Вот отсюда и вот здесь вот такой вот шлагбаум был. Вверх его разогнули и убрали абсолютно руками. Марина рассказывает, еще лет пять назад в их дворе было не протолкнуться. Даже крепкий шлагбаум не спасал от чужаков. Живет женщина в центре, парковали здесь все, кому не лень. Чтобы уж точно закрыть свою территорию от незваных авто, пришлось ставить ворота. У нас вот администрация рядом. У них очень много машин, но, к сожалению, у них нет никакого гаража для своих сотрудников. И, соответственно, все рядом, это в машинах, много магазинов, людям негде припарковаться. И поэтому они, конечно, заезжают от безвыходности в то, куда можно заехать. Центр есть центр. У нас невозможно было не то, что проехать, нельзя было пройти. Сейчас, когда мы поставили ворота, у нас вообще двор полупустой. То есть своих машин у нас оказалось не так уж и много. Закрывают свои дворы от посторонних жителей не только центра Красноярского ворота и шлагбаумы теперь есть чуть ли не в каждом жилом комплексе. Но, похоже, совсем скоро их придется убирать. С нового года меняются правила противопожарного режима. Согласно им, въезд для спасателей должен быть всегда свободным. Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку или открывание шлагбаумов и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Прямого запрета на придворовые ворота нет, но есть четкие требования к таким конструкциям. Открыться они должны сразу, как только подъезжает пожарная машина. Там, где всегда дежурит консьерж или охрана, вопрос решается легко, а не просто поднимут шлагбаум. Но таких дворов мало. Мы понимаем, что посадить в будку вахтера не каждый может, потому что это очень затратное мероприятие, но, тем не менее, организовать централизованный пульт диспетчеризации вполне по силам. Аварийная служба управляющей компании, так как осуществляет дежурство 24 часа в сутки, открывает ворота по домофону, либо по звонку. Еще один вариант – установить систему, которая открывает въезд по звонку и внести в свою базу телефоны всех пожарных частей города. Это, кстати, рекомендуют сделать и сами спасатели. В Красноярске сейчас закрыто около 700 дворов. И большинство, говорят в МЧС, по их замечаниям уже переоборудованы. Так или иначе, законодательство позволяет такие изделия, ну и скажем так, если визуально видно, что угроза людям, демонтируется уже сотрудниками правонаразделений. То есть, если горит квартира и люди на балконе стоят, никто не будет телефон набирать, ждать, пока шлагбаум будет открыт. По большому счету, обеспечить свободный въезд спасателей во дворы в интересах самих же жителей. Заставлять их снимать ворота не будут, но если управляющая компания откажется переделывать систему доступа, нарвется на штраф. И суммы здесь серьезные – до 200 тысяч рублей. Анастасия Тильм, Максим Галатый, Артем Струговец. Енисей. Новости.